Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Один из игроков в Норсгард под ником Чилини решил провести турнир по Норсгарду среди русскоговорящих. Проходит у меня в Дискорде. Ссылка есть в описании к этому видео. И это первая партия, в которой я участвую. Турнир ФФА. По шесть игроков. Правила дальше сам организатор расскажет. В общем-то, приятного вам просмотра. За победу торговлей, славой или мудростью, человек получает 4 очка. Остальные игроки, которые проиграли, оставшись в партии, которых не снесли, получают по 2 очка соответственно. То есть там, если ты выиграл торговлей, например, и все остальные остались в партии, то человек, который выиграл торговлю, получает 4 очка, а остальные по 2. Так, а потом что происходит? При победе господством, первый получает 5 очков, второй 3, третий 1 очко. Хорошо, но вот прошла игра... Всего в каждой группе по 4 игры. То есть 4 игры... Вот сейчас прошла игра, потом ты опять будешь формировать какие-то корзины, тоже исходя из того, там, Танунг... Не-не-не-не, группы остаются. А потом уже 2 человека из каждой группы выходят в финал. То есть вот... В финале будет 2 группы по 4 человека ФФА и играют одну игру. И победители каждого полуфинала, так сказать, играют дуэль. То есть мы вот таким составом сыграем 4 партии, я правильно понял? Да-да-да-да. Да-да-да. Это самое главное, чтобы эта игра была интересной, и мы их не получили позитивные эмоции. Все остальное вторично. Это произойдет только если мы синего вынесем как можно быстрее. До того, как у него будет 40 этих... А их у меня быть не может. Так, я в игре есть еще, да, тоже. Так, ну что, начинаем традиционно. Дерево, добычу дерева, дом и лагерь скаута. Почему в таком порядке? Потому что это строится дольше всего. Что-то прямо за этой игрой я больше всего переживаю, не знаю почему. Посерединке и... Наверное, потому что это играют Альберт и Алексей. А переживаешь в каком плане? Да не знаю, потому что... Ну слишком ответственная какая-то игра. Да нет, нормально. Сейчас мы синего вынесем, и вообще будет лучше бессить. Я не хочу умирать, не надо. Мишка, Мишка. Ребята, конечно, Алексей слушать хорошо, но не ведитесь все-таки на провокации. У нас в группу Д-игры. Три медведя. Синий медведь, я просто уверен, что он умеет за него играть. И начальное развитие... Альберт? Он играет через кораблестроение, он не умеет за него играть. Это ты сейчас говоришь, что ты с ним когда-то последний раз играл. Он подготовился к турниру, у него заготовочки там, и он сейчас как... Мы просто играли в ФФА, просто, ну... Четыре медведя, победа только господство. Было весело. А шесть кост, наверное, победил медведь, да? Ну да, у нас всего четверо было, и все медведи. Потом мы играли шесть кост, победа только господство. Четыре оленя, победа только господство. Так, ну... Ситуация, в принципе, неплохая. Хотя три... Там просто, чем дольше идет мир, тем быстрее потом все разруливается там в войне. Потому что кто-то теряет человек, просто приходит и все. А когда начинается война с самого начала, игра может дотянуться. Вот так вот, в случае партии группы Б, где человек, с которой играют ICD People, Диман Казан. Очень холодно, во мне, впрочем, у меня было пресса, и все гораздо лучше получил у тебя и денег, гораздо больше. У меня ошибка в том, что у меня не было лимитов. У тебя лимиты были все на области. Так, поставим. Да, у меня было мало, у меня было лимитов. Военный лагерь. У вас и четыре, а у тебя пять-тридцать с чем-то. Линии тут есть. У меня почти два. Тут есть еще и... Так, меня главное волнует наличие... Кто у меня в соседях? Потому что медведи, у них сразу этот... Я просто не хочу брать медведей, это какой-то, ну... Эх, правда, в соседней игре ICD People все заболели за ворона. Причем ничего такого не происходило жесткого. Есть шести зон, которые рядом. Все баллы, ну типа две баллона. Замечательно. То есть у меня, видите, вот это стратегически важное место... Ну как так можно было заболеть, это жестко же, как-то ты, как бы, лучший игрок в группе. Слушай, уже и не поболеть, блин. Ну давайте, может... Ну, может, есть... Сейчас узнаю в своей группе, сейчас там скажу в том канале, что Ларис Билл заболел, его сейчас не будет. Потому что, ну, что-то тут много всплывающих окон, а тут ничего вроде нет. Так, виз обнаружил. О, вообще далеко от меня центр-кан. Вот это вот основная моя... Главная стратегически важная клетка, потому что ко мне единственный проход отсюда. Все. Ее надо захватывать, и отсюда грозить мы будем шведу. Блин, что-то я... Решил гавань вначале построить место. Ну, вообще нормально. Пускай будет гавань вначале, чем военный лагерь, почему нет. Слушайте, а сложность смертельная, я что-то забыл. Нет, у меня не высок. Ну, наргарцы. Так, военный лагерь, ну и надо будет как-то зачищать. Надо попробовать сначала вот этих волков зачистить, сразу славу получить. Надо было раньше немножко, конечно, идти туда. В принципе, если сейчас нападение будет, я должен всех шестерых вот этих ребят зачистить, успеть. У меня тогда денег не будет, тут 40 надо. Я сейчас возьму двух воинов, это будет 45. То есть мне надо 85, чтобы было накоплено для захвата, то... Хотя, не, наверное, накопится, пока я буду их бить. Нормально. Почему-то вот до меня все стало. Я тебя боюсь. Так, два волка. Ну, они, по-моему, до конца следующей зимы не будут новые появляться, поэтому... Да, уже 40 накопилось, отлично. Сейчас у нас будет здесь слава. Это очень неплохое подспорье для ворона. Так, каких-то лучше вначале этих или тех... Ну, лучше этих. Если я этих не успею, то не важно. А вот тут у нас имеется все-таки кораблекрушение. Это очень неплохое начало для ворона. Синий на северо-западе. Так, давайте встроим. Крейтевый. Альбомор. Вообще, начало неплохое. Мне нравится. Так, я, к сожалению, не смогу этих убить. Сейчас у него умрут. Альбер, главное, ты вини свою линию. Ладно, придется еще одного воина сделать и добить. Блин, еще побежал. Ой, медведь тебя потерял. Ай-яй-яй, ладно. Давайте так сделаем. Что-то, альбер, у тебя уже проблемы какие-то? Да нет. Потому что я могу пожертвовать пока... Деревом. Я его здесь добуду. Так. Вот жалко еще овечек у меня нет. Если бы еще овечки были, то я вообще был бы так счастлив. Так, ну тут сейчас умрет. Пока. Так, давайте. Что мне следующее надо? Мне следующее надо еще одну гавань и забрать вот эту территорию. Нормально. Нормально. Эти пять дерева, то есть я сейчас быстро тут камень добуду. И будет все неплохо. Старт неплохой. Волк рядом. А нет, это не волк. Волк через одного. Тут вот кто-то еще есть. И видимо, здесь синий медитру искали на северо-востоке. Полонизируем. Сейчас отправим туда исследовать. Осидор пиплоса снесли в соседней партии. Боинфа идет. Я как полицейский. Не только две игры. Я даже, наверное, сразу двоих скаутов отправлюсь в руины. Собирать. Мне желательно, как можно быстрее вот эту территорию забрать и вот эту. И тут поставить башню. И все, я прям на очень долго обезопасен и могу заняться развитием. А здесь еще, тем более, видите, рыба, олени. Много еды можно будет поставить. Там идет уже шестой год, но снили только северки. Я жду зиму. И зимой я отправлю скаут. 170 еды это выше крыши собраны. Так что даже без овец я эту зиму нормально переживу. Поехали. Я даже, наверное, когда эти руинки заберу, может быть, нет, сейчас будет минус 6. Сейчас я еще двоих отправлю вот сюда. И мне надо эти минус 8. Так, а мне еще надо дом построить. Так, давайте этого на еду. Эту добывать дерево. И надо дом поставить, наверное, тут поставлю дом. 50. Когда дерево будет. Дом надо поставить, потом надо поставить добычу камня. Мне буквально 3 камня добыть. Я смогу апнуть уже ратушу. Не, хотя вообще могу этих скаутов отправить, исследовать тут территорию. Более того, видите, меня даже с этой территорией, у меня только с двух, а не с трех. С трех. Нападать могут, если что. Давайте еще на дом. Да, надо больше домов. Надо больше домов. Строим дом. Потом... Вообще... А, ну да, дерево мы тут будем добывать. Второе. Так, надо ли мне сейчас третью гавань строить? Наверное, нет. Потому что еще до диковинных товаров, которые счастья от гавани дают, далековато. Мне надо добычу камня ставить. Давайте сразу добычу камня. Начнем. Минус 11. И, наверное, склад вот здесь поставлю сейчас. Даже прямо сейчас надо уже ставить склад. Иначе мне летом не хватать еду. Ага, вот тут синий мишка. Блин, мне надо срочно вот эту территорию захватывать. Срочниссимо. И ставить башню. Вполне он может на меня пойти. Ну, как, знаете, как насильного игрока. Потому что здесь... В партии не все одинаковые силы. Ого, уже минус 11. Так, давайте пока подобываем еду. Какая капка, бля. Вот капает. Так, и сейчас вернем скаутов домой. Ко мне уже пришли два воина, меня бить. Серого. ICD People снесло шесть воинов с Берсерд. Ну, слабенький игрок просто, поэтому, видишь. Быстро сложился. Первая корзина. Ну, начитил как-то. Все подводные камни на турнире сразу раскрываются. Дерево надо. По 80 дерева, чтобы апнуть. Давайте, наверное, как сделаем, да? Очень тебя тихо слышно, Декра Иван. А, все. Когда знают, как человек играет, то его просто снести. И на самом деле, иногда. Отключаем. Отельбер, знаешь, как я играю? Так, примерно, сразу еще одного. Нет, не хочу показать, но сходи этого. Хотя... Нет, ладно, играм бой. У меня уже меня не следовал, правильно. Сейчас вы играете в сентябре. Нет, мы не играем в сентябре. Мы играем с СССР. Пока тут вон там есть, они могут генерироваться и сюда нападать. Еще раньше, я не хочу этого. Я помню, иногда бы только в Итюле купил. А, давай так. Антона, помнишь, когда мы так играли начали? Да, да, да. Так, минус пять. Сейчас мы умрем. С Антоном мы с тобой начали играть летом. Да, да, да. Но это был уже август. Ну да, но мы с тобой еще играли до Антона. Так, ну, не вновь. Давайте территорию следующее. Сейчас мне надо собрать дерево. Слушай, Альбер, ты сейчас разговариваешь как девушка. А когда мы с тобой встречаться начнем? Да, ну да. Да, ну да. Нет, ты точную дату называешь. Ты минус один. Тут не очень хорошо. Начинаются проблемки. Не хватает еды у меня. А че, умеете, волк и кота сносит, прикинь? Вот это поворот. А ты же это сила, блин. Джудикатор, который прошлую игру выиграл. А я выиграл. Джудикатор. Блин, мне бы, конечно, еще... Темная лошадка в дерево. Но ведь я жду, пока я этот лес заберу. И может быть зря жду. А вот забирать лес. Потерял всю армию об Димана Казана. Без поставки. На него напала и на кота напал волк. Башни я не хочу. Блин. Лежать выстрелите. Там синий поставил область. Отлично. Я уже там. Там центурион серый получше развивается. Так, ну и тут надо добычу дерева ставить. Конечно. Отключу дерева. Потом здесь оленей ставим. И мне бы от этого драугра... Ну, то один драугр, в принципе. Блин, не хочется воинов делать, честно говоря. Но придется. Если бы он хотя бы на побережье где-нибудь появился здесь, я бы поставил башню, что-нибудь все равно надо будет от... Фиолетового, например, ставить башню, да? Пришло, надо будет еще одну. Тоже башню поставил. Блин. Не хватает буквально... Не хочу обратно сюда возвращаться поселенцам, потому что... Ну, это все время. Сейчас вот буквально 50 накопится, и мне надо ставить на дерево. У меня нехватка с деревом. Очень серьезная. Так, фиолетовый здесь. А, даже фиолетовый далеко как-то. Слушайте. Что, вот это моя вся территория, что ли, получается? Это интересно. Это интересно. Так, он уже начинает серебро тут добывать. Мне бы тоже надо добыть тогда для берсерка. Потому что опасно. У человека будет берсерка, а у меня нет. Так, еды у меня достаточно, поэтому давайте мы, наверное, поставим, да, на серебро. Я могу реально не успеть. Что, пока я сейчас поставлю, пока начну... Ну, по-моему, он мою территорию не исследовал. Я не помню. Вот я не видел этого исследования. Но это у меня единственное серебро. Если он нападет без серебра... Так, а кто там у синего в соседях еще есть? Тут кто? Серый ты, наверное, в соседях, да, Центурион? А, Центурион, микрофон выключен. Да-да-да, я здесь. Он уже добывает железо, железо, если что. Я вижу почти все его передвижения. Он в соседях со мной, то есть я вижу, что он начал добывать железо вот прямо сейчас. То есть, скорее всего, он берсерком будет, наверное, на меня нападать, мне так кажется. Да, Альберт? Нет, не буду. А зачем тебе железо тогда? Для воеводы, чтобы дефиться. А, дефиться? Да. Атаковать невыгодно в ППшке. Так, территорию открыли. Надо сказать оленей. Ну, давайте, наверное, чуть-чуть камень-то добываем. А, блин, сейчас этот появится, е-мое. Слушайте, я вот не помню, одного воина, наверное, не хватит. Надо двоих делать. Блин. Жалко. Блин, из-за одного драугра. А может, стоило подождать и сделать берсерка? Берсерком адраугр убивается без проблем. Не, ну тут долго. Он у меня территорию заберет. Я бы не успел. А, ну, надо этих воинов сохранить. Так, делаем берсерка. Камень добывается. Еда минус один. Нормально. Ставим здесь склад. Ну, вообще... Вообще, нам бы... Не, подождите. Не склад. Давайте гавань. Еды-то у меня дофига. Получается, закончилось. Видите, прямо сейчас. Топоры возьмем. Ну, тут минус один, потому что дома получше нужны. Так, давайте... Эти камень добывать. Еды действительно дофига. Так. Я это не зачищу. Вот этих, вот этих драугров надо чистить. Ри-поту исследовали. Давайте скаутерам. Вот эту территорию надо открыть мне. Хотя, опять же, сейчас мне это надо открыть? Нет, конечно. Что я мельтешу? Так, улучшим мореходов. Мне скорее надо вот здесь... И можно построить рыбу. Там склад. Так, и лекарей. Лекарей мы сделаем... Где он, да? Блин, будто это далековато будет. Лекарей, давайте здесь. Снесли оси дед пипла, снесли кота, снесли дима наказана по цепной реакции. То есть там дерево рули, я так понимаю. Ну... Вы его, да. Банк у него. Здорово. Ну, пусть я не буду зимой нападать на эту территорию, поэтому смысл мне ее открывать. Ну, ворон пришел, просто снес с ним. Ну, точнее, Диман Казан потерял всю армию в войне с котом, а в итоге забрали и кота, и Димана Казан. А волк просто приходит четырьмя-пятью войнами, ну, восьмью максимум, не всех. Подчищает, так сказать, санитар леса. И дым. Так, ладно, дерево у нас есть. Ну, походу, походу заканчивается там сейчас тем, что идут пилить волка. Ворон и медведь. Потому что у него там по славе уже все условия кроме алтаря. У меня это хватит, это очень плохая идея. Убирается. Что очень плохая идея? У меня это хватит, они убираются. Ну, правильно. Пока смысл, он только резко потеряет, и мы с вами воевать. Тем более, нигде я тебя не слышу. Так, минус девять. Сейчас долечим. Как бы сейчас от голода тут не началось. Так, от кого еще мудреца давайте вернем. И горняков. А, волк уже 85 процентов по славе. Еще одного достаточно. Не очень удачная идея для драудрофа подать. Все, плюс два, отлично. Так, лекаря отправляем. И в лесорубы. Сейчас лекари долечат мне все, я отправлю их исследовать эту территорию. Стоит ли мне брать оружейник и умелую разработку? Дальше идти, давайте умелую разработку пойду. Так, вот у нас появились ресурсы. От ним воинов. Этот один горняк, я думаю, доберет тут эти три камня потихонечку. Так, второй ворон 320. Товарищ, если вы решили бить вдвоем, я думаю, я могу кому-то мне предложить, чтобы был честным. Я думаю, красный с тобой вполне мир может заключить. Могу. Кто от тебя там душит? Все. Я с тобой. Повод для войны незначительный. Да, типа, мелочи. Так, тут склад делаем. Штраза милитаризм двойной. Минус шесть, да, но сейчас построится склад и нормально пойдет. По идее, сейчас я еще апну, наверное, этих... Оленей своих. О, а тут кто интересно. О, это эльфы, блин. Мне тут опасно. Эльфы могут нападать периодически. Так, и надо апгрейдить, я думаю, домик. Так, тут все добыто. У нас еще камень здесь есть. Вообще, эту территорию откроют мои мореходы, я думаю. Не буду пока. Так, еда плюс десять, давайте дом апнем. И потом надо эти две гавани апнуть, чтобы счастье было. О, вулкан, отлично, камень сейчас приедет. А вот это странно. Что там, Альберт, докладывай? А, второй год только прошла вторая зима. Сейчас будут подать камушки и меня Серый хочет рашить. Я не хочу, чтобы не рашить, а он хочет. А Серый это кто? Центурион. Центурион, я могу тебе помочь, в принципе. А Леша за кого играет? За воронов. Так, у меня такая достаточно территории исследованы. Что-то какой-то фиолетовый. Особо не заселяет местность. Это сейчас вылечится и ждать падения камней. И суккубочка, да? Посмотрим. Куда будет падать? Вот ничего нового. Апаем. Это очень здорово, что сейчас прям камня все это смогу проапать все мои. Один волк есть. Вис. На тебя эльфы нападают. Быстрее, быстрее, синий. Быстрее, спасайся. Еще, походу, волк играл с вами. Так, я сохраню сейчас дерево на то, чтобы построить добычу камня. Интересно, где попадает. Ну, мне главное, чтобы вот тут не упало. Тогда мне придется улучшать территорию. Не хочется тратить деньги. На всех остальных местах у меня есть что-ли. Тут могу убрать... Именно, мне кажется, что эта игра будет интересной. Лекарей. Улыбаем сигнал из космоса. Я смотрю, там волк нехило так расселился вообще. Тут... Улыбаем сигнал из космоса. Смотри, там волк нехило так расселился вообще. Кто бы сомневался. Ну, тут надо... Волк, что такое? Все, отжимайте. Отжимайте. Я отвис. Внутри камушка. А у вас... Улыбаем сигнал. Аааа... Так. Просто сирень я возьму. Аааа... Аааа... Так, здесь... Нет, уже был камень. Во, вот тут упал. Отлично. и здесь упал ничего себе ворон вынес волка такого я еще не видел время ранее здесь а чё произошло не расскажешь видимо не расскажет виз мы только шум от тебя слышим так давайте мы наверное башню построим все-таки я так понимаю что фиолет я так понимаю что фиолетовый рейдом вынес видимо может фиолетовый ты расскажешь тогда я просто пришел к нему с армией убил почутка мы с него и меня в это просто за прошлую катку фуфай к сегодня на рейтинг с него играли он тоже моим соседом был и всю партию меня короче тут тоже попался к жиле не обижайся так ну апаем тут почему меня куча камня в принципе смысла его беречь нету я не собираюсь играть там знаете откладывать камень на потом чтобы потом быстро все апнуть чтобы или ты уже не смотришь игру так 6 не ну должны весь камень израсходовать собрать три камня здесь уже собрали нормально пока меня добыл я щас начинать строить военные лагеря блин а может и не успеем один а тут сколько если успеем нормально еще тут камень надо кстати подобывать уже все было использовано давайте наверное скауты отправлено на территорию всю исследовать так апнем есть у меня проблемка что у меня добыча дерева рядом с границами моих соперников что мне очень не нравится еще одного скаута наверно сделаем скаута а я не апну их блин надо апнуть потому что они так долго и осталось все по два человека в каком смысле ну смысле и волка этого чё дуэлька там да дуэлька у них и в прошлой партии была дуэлька и в этой тоже между этими двумя нет совершенно разные люди то есть в одной партии диман казан у нас год с джюдикатором который как раз и давайте наверно сторонник сейчас я был волком пока сидим развиваемся в этой игре уже вором раз у нас мир и короче щас я найду и буду с тобой торговать ну давай окей щас поднимаем экономику торговыми путями караваны успеет медведь меня исследует камень добываю так у меня мало дерева мало дерева кого бы мне на дерево пересадить эти вот этих рыбаков пока я думаю мне хватит этой еды спишемся в агенте малый рост мне надо дом апнуть то у меня не растет население еще один даже построить надо я странненько взял эй а ну че началось то куда ты побежал так я это вот видел вот это движение в мою сторону опять ты ко мне побежал тут трибуны всего и серый тут голубой так 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 давайте дом строить и давайте 3 3 вот здесь надо а у серого мореходы понятненько у серого нет мореходов а подожди у серого это ты про скобочку почему я фиолетовый я про центуриона нет у него торговцы призрачные мореходы все понятненько хотя верно йоту но и считаются стратегии боя так расследуем расследуем красные здравствуйте следует дай вам коробий еще как минимум 2 территории нужно и тебе припять у нас тут этот мишка рядом мне кажется с ним может быть потом заниматься чем-нибудь это про серого он сделал ошибку то что он поставил а правильный террорист он обрабатывается не только те разобрались пути критерам можно в этом же даже нет вставить военные лагеря И, в принципе, я любой заварушке буду готовить. Ну, я его сейчас всего исследую, но потом... А потом умрёшь. Хех, возможно. Опа, а как-то я пропустил... Пикушары. Похожа. Собирай, по-моему, мореходами я всё исследовал. эти к фиолетовому стаутов отправлять убежали так ну денег у меня дофига территории немножко не хватает я думаю военных лагерей давайте глянем сколько у медведя 1 3 4 5 еще и об внутрь стать так мне надо здесь построить и башни на тот случай если периодически фиолетовый будет отправлять ко мне поставил тут ваш строим строим все тут еще можно что-то сделать здесь еще лагерь так все два из двух три из трех три из трех пять из пяти все надо начать вот этой вот этими областями заниматься так тут скауты сами уже исследуют потихоньку фиолетового исследуем 5 эльфа ворон либо мир выигрывает по господству группе b второй тур и глади я зубляю пир надо вот эти территории захватывать будет нападение крыс так это 4 не забудьте сказать по моему образцу я себе пипла сделать обзор на партию секунду краткий перескать так сказать ну кто когда пал там кто когда кого вынести говори пойдем зачищать вот там голодает по звукам они лечение сразу ну что пошли бить серого красный если синий нападет а серого то я сразу у него тоже нападу с другой с чего вас еще вообще никто не вы есть никого не выяснили нет серёга вынес до у нас ворон вынес волка и чё иди сам чё один боишься так ты же предлагал я могу и сам да да щас через минуту мне просто игра полетский как только он нападает на меня иди на него вот это уже не красиво ну что надо тут железо подобывать что улучшим давайте лекари улучшим и здесь пожалуй этих добытчиков уберем так у меня 7 счастьем надо еще домики строить счастье ничего не растет да надо идти я готов ты готов я его уже снес поздно суккубочку ты смеешь я я нападаю я нападаю ну я нападаю я нападаю Мне нужна помощь, но меня тут два с двух сторон давят, а тебя так вот дали, я красный начал поджимать Так, 14 атака Да, единственное, у меня шуб нету, я поэтому, пожалуй, не буду сейчас трогать синего Хотя, сколько у меня тут, 11, а у меня 14 Ну и тихо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, зима уже закончилась, я шубу взял. Серый, ты разобрался? Серый, слушай, напади на этого, на синего, что ты делаешь? Серый, я тебе больше не помогу, если ты сейчас будешь там драуграми заниматься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, успел, аппетит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, не хватает немножко дерева только. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА а блин не починил мне нападает дерево ай-яй-яй надо быстрее чтобы починить это дерево нападай нападай серый не отступай не отступает волос там серый ты что не видишь как я не могу сдерживать раукор бежит так надо ремонтировать наконец это дерево вы издеваетесь ну да ух это жестко а красный пришел он чербер там держишь но было на грани у меня по идее был больше нечего парень красный не вовремя там напал и 9 в субботу есть армора и 1 атаке аж душа радуется а Нет, бы только не гибит Сейчас потихоньку фиолетовый Фиолетовый ты кто? Фиолетовый я Но чё-то да потихоньку вряд ли Мы слишком далеко, к тому же зима холодна Я вообще много ресурсов на волка потратил Зима холодна, блин А чё? Куда? Куда? Крюш, у тебя с едой плохо, да? Нет, нормально Ну ладно Синий, я предлагаю перемирие, но только при условии, что ты на серого не нападаешь А что мне делать тогда? Мне больше делать нечего, я должна воевать либо с тобой не спать Ну, а чё ты тогда удивлён, что мы вдвоём на тебя нападаем? Окей Всё окей, это же... это же... Хо-хо-хоев Хм? 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 ...Ще-хэй Хм? Крышками Крышки Хм Ой Блин, красный зачем ты на серого напал? Мы с ним в тиме играем? Вроде. Нет, не точно. Красный, а зачем ты в тиме с синим играешь? Просто. У тебя вон зеленого убрали под боком. Сиди, развивайся. Слишком слабый игрок, я типа новичок. Казачий, ель. Поэтому. Просто у него, если я останусь с одним из вас, я не выиграю. Поэтому можно занять второе место. А у Вальберта больше шансов на победу, если я ему помогу. Блин, ну ты знаешь, играть на победу другого игрока, это вообще трындец. Мне нравится лично. А, метель. Метель, метель, не надо мне бить. Метель. А, медведь, а ты типа не оставил, да? А я его забыл. А чё так? Не надо. Сорян, больше не буду забывать. Мне-то как бы без разницы. Да. Можешь забывать. Так, мне надо территорию. Понимаешь, что сейчас метель, это вообще прям не радость. Так, по идее, я должен пережить метель. Нормально. Я додумик построить ещё один. Я внимательный. Да я знаю, что ты внимательный. Чилини, а ты тут, да? Не было стоглаза. Чилини. Я тут, да. А что, в турнире вот можно вот так на какое-то место играть, кроме победы? Вообще как бы нельзя. Ну вот, послушай, игрок под ником Лак только что сказал, что он на второе место играет. Я сказал, что это минимум для меня. Вы не понимаете, о чём я сказал? Что я сказал? Нет, ты когда-то сказал, что я играю на второе место, а победить пускать должен синий. Это я так и слышал. Нет, нет, нет. Алло, я же не сказал, что вот мы остаемся вдвоём и я сдамся. Я буду продолжать. Три очка его устраивать. Нет, он сказал, что пускай победит синий, а мне тут второе место, это нормально мне. Это конкретная логика игры действует. Что мне сказал? Товарищи, вы в игру, вы весь год стояли в войнах, плачут плохо по игре. Вы либо в войнах убираете, либо вы их обменяете, убиваете, я умираю. Вы что хотите? Нет, у меня нормально всё слетло, я не знаю чё. Откуда у тебя такая инфа? Ну вот. Альберт берёт на фонд. А давай союз? Так, давай, убейся об меня, иди. Иди, убивайся об моих войнах. Одну секунду, и я серым союз сделаю в начале? Давай, давай, давай. Союз, да? Сера, то есть ты меня сдаёшь так, да? Сера, мы с тобой... Да, я дипломатик. И он союз на полгода, окей? Окей. Отлично. У тебя ж всё хорошо, Халецкий, чё? Так он нападать на меня будет, в смысле всё хорошо, с едой ты у меня хорошо, а... Я пойду, как бы, с красным дела это налаживать. А то он, это, меня тут приходит, у меня отбирается, чё хочет. Блин. Вот это жёстко. Ладно. Иди, нападай на меня. Ты серьёзно? Переджал меня, серый сдал. Надо было... ...потому не оправдал. … Олезь! Так… Ты Temп! На? Да! Давайте lá! Ну ты wellness! Иез номер! Отчёт! Далее! Нэ? да мы отступаем иди сюда никто пока больше у вас не упал 5 наверно я сейчас упаду ты же понимаешь центурион что нам еще три партии играть и будущем просто я не буду тебе вообще помогать пускай тебя сносит а что я сделаю с меня красный выносит надо было вдвоем вынести синего и потом ты спокойно занимался прекрасным я не могу вынести красный придет к тебе придет если можешь типа альберт добей его он ничего не имеет абсолютно кого и стерва и я не могу у меня с ним связь еще три месяца а ну чувак на сделаешь красавчик ну так извини у меня с ним связь я не могу его нарушить смотри я его убью через три месяца смотри в три месяца я сам справлюсь ну окей я не понял что у нас цивилизацию играете в союзе цивилизации да 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 я тоже такой стяжел просто конечно все больные у меня нархия будет в этом кризис справедливости печать а и и и а и и и и раненых сдадим стекло тару серёга у тебя как дела фиолетовая ты не хочешь там на синего напасть желтый мигки продолжить делаем с тобой тыс но и не никаких предложений диван оси да нет никаких предложений будь еще одна я я на второе место не играю еще больше не партия 1 не опознан я спать 6 получается группа а какая-то вообще пассивная сыграла группа сида пипа но я спал я сыграл на самом деле вы уже не хотят да я бы сказал давайте проголосуем в смысле если он уходит тимон и можно без выиграть ну пусть тиолетовая никак не может мне помочь да диман казан увидев войска лейбовер умер от старости то что красный играет на второе место вы понимаете вот вот синий мы бы синего добили в своем сером нет в лес вот тут красный к серому чем занимается фиолетовый фиолетовый просто не может сюда добраться добраться у меня сейчас он возьмет кто-то зеленого в итоге будет победить зеленый кто это зеленого вынес я за фиолетового болею а он послали его выиграл да и что делать спасибо ребят я объясню почему красный действовал дебильно я там просто на серого наезжал просто не видел что там красный у него уже у красного под боком вынесли соседа зеленого то есть у него есть территория побеждать славой ему нападать на серого ему нападать на серого в тот момент когда серый нападает на синего нет вообще никакого смысла абсолютно ты сиди развивайся то есть он исходя из чего думает что если он вынесет серого то у него тогда точно не будет никак у тебя есть возможность накопить кучу ресурсов подготовить огромную армию и для тебя никто не западет кто напишет обзор на игру типа поэтому вот эта ситуация когда он здесь в лес просто когда мы пилили синего это ну это идиотизм и он сам в процессе игры сказал что он играет типа второе место чтобы синий победил я не смогу ну и чилини ну я обращаюсь как бы как к организатору мне кажется какое-то наказание красному должно быть за его слова что он не на свою победу играет он этого не говорил я это найду я это найду на записи продемонстрирую вас я организатору просто у него если мы если я останусь с одним из вас я не выиграю поэтому можно зайти второе место а у этого будет у Алик у Альберта больше шансов на шпедов если я ему помогу а так уже а фиолетовый победил блин да тебе надо было продержаться секунды пятнадцать еще да 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 не повезло примерно ну поздравляю Филя вот красный это вот тебе пример зачем тебе было нападать на серого просто объясни в чем логика действий у тебя вынесли соседа с другой стороны ты можешь спокойно там занимать места ты бы помешал фиолетовому победить тогда славой нет зачем ты в лес спокойно смотрю почистил территорию в том то и дело я бы один не выжил я бы один не выжил вы бы меня вы бы меня просто снесли бы кто вдвоем кто бы кто бы снес тебя ты серый ты серый я я на другом конце карты да про синего это я синий говорю а синий ну да ты бы не выжил так а че так зачем красный вмешивался мы с серым убирали соседа зачем зачем вмешался красный расскажи в чем в чем выгода красного я я думаю у него был план то что мы серый убиваем потом тебя а потом фиолетово а потом уже один на один может быть так то есть вот ты как давний игрок норсгард этот план выполнимый вообще по теории нет по теории тебе надо убрать соседа и спокойно развиться красному соседа убрал фиолетовый значит красному надо было мешать фиолетовому там развиваться он был как противовесом ну в теории да в теории ну нужно было красному сделать разведку и это полностью простоки чтобы видеть сколько у него территории вместо этого он зачем-то влез к серому когда мы тебя уже практически распилили взял я бы если честно не наказывал бы красного потому что это просто недостаток опыта мне кажется сказался я не я не прошу доказывать красного за то что он влез он конкретно говорил про то что он на второе место играет спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока не забывайте не забывайте не забывайте используем мы на